Здравствуйте, друзья! Меня зовут Жанна и я приветствую вас на своем канале, где мы записываем простые конспекты сложных биологических процессов и явлений. Сегодня мы с вами поговорим о таком процессе, который называется овогенез. Ребят, что такое овогенез? Давайте зарисуем с вами человечка. Клетки человека, все клетки человека, они содержат диплоидный набор хромосом и будут называться соматическими клетками. В организме женщины образуются половые клетки, такие как яйцеклетки. Яйцеклетка содержит только одинарный набор хромосом N. Следовательно, какой тип деления в данном случае имеет место? В данном случае имеет место миоз. То есть, в результате миоза, в процессе овогенеза, из исходных диплоидных соматических клеток образуются гопоидные яйцеклетки. Где происходит этот процесс? Этот процесс происходит в половых железах, которые называются яичники. Сам овогенез, он состоит из трех последовательно протекающих стадий. Первая стадия будет называться стадией размножения. Вторая стадия – это стадия роста. И третья стадия – это стадия созревания. На стадии размножения происходит увеличение числа диплоидных клеток яичника. Исходные диплоидные клетки яичника иногда также называют гоноциты. Значит, стадия размножения – это у нас митос. Гоноциты делятся митосом и образуются точно такие же и идентичные генетические клетки материнской клетки. Образовавшиеся клетки в результате митоса будут называться авагонии. Авагонии – каждый из них, из авагониев, будет вступать в следующую стадию – стадию роста. После того, как клетка вступает в стадию роста, она уже будет называться аоцитом первого порядка. Или авоцитом первого порядка. Что происходит на этой стадии? На этой стадии происходит накопление зерен желтка, накопление различных питательных веществ, которые будут необходимы для будущего развития зародыша. Далее авоцит первого порядка вступает в следующую стадию – стадию созревания. Именно на стадии созревания происходит, собственно, сам миоз. Если мы говорим, что цитологически стадия роста – это у нас интерфаза перед миозом, то стадия созревания – это, собственно, сам миоз. Как же протекает миоз во время авагенеза? Изначально авоцит первого порядка делится неравномерно на одну малюсенькую клетку и на одну довольно-таки большую крупную клетку. Вот эта крупная клетка будет называться авоцитом второго порядка. Маленькая клетка – это у нас полярная тельца. Первая полярная или направительная тельца. Вот это у нас было первое деление миоза. Далее последует второе деление миоза. А авоцит первого порядка также делится, также неравномерно. Мы получаем еще одно направительное тельце и полноценную крупную яйцеклетку. Вот первое полярное тельце также делится. И в результате двух миоотических делений мы имеем три полярных тельца. Полярные тельца. Их иногда еще называют направительными. И одну крупную яйцеклетку. Ребят, что важно? Вот на данном этапе объяснения материала, в принципе, простые вещи заканчиваются. Теперь нам нужно разобраться дальше. Механизм понимания того, когда происходят все эти процессы. Ведь мы говорим, процесс овогенеза, он довольно-таки длительный и довольно сложный. Чем он сложен? Он сложен временными рамками, во время которых протекают все эти процессы. Давайте возьмем маркер другого цвета и будем разбираться. Стадия размножения, собственно, сама стадия размножения, она протекает во время эмбрионального периода. И заканчивается довольно-таки рано, примерно к четвертому месяцу эмбрионального периода. Именно к четвертому месяцу эмбрионального периода уже образуются все овогонии. Их будет около 7 миллионов в организме женщины. Далее овогонии вступает стадия размножения и стадия роста. Они происходят во время эмбрионального периода. Далее овоцид первого порядка вступает в стадию созревания, то есть начинается стадия созревания. Она у нас начинается, но не завершается. То есть овоцид первого порядка вступает в миоз, но замораживается или законсервируется на стадии профазы миоза-1. А точнее на стадии диплотены. Давайте запишем профаза-1. Это очень важный момент. То есть что происходит на стадии профазы-1? На стадии профазы-1 происходит заморозка всех яйцеклеток будущих, то есть овоцидов первого порядка. И после наступления полового созревания, под действием половых гормонов, миоз восстанавливается или возобновляется. Далее что происходит? Миоз возобновляется и яйцеклетка проходит полностью первое деление миоза. И в организме взрослой женщины яйцеклетки находятся на стадии овоцидов второго порядка. Что же происходит далее? Во время овоцидов второго порядка, во время прохождения вот этих маточных труб, вступает во второе деление миоза и проходит его, но опять же не до конца. То есть здесь происходит вторая стадия заморозки. Вторая стадия заморозки происходит на стадии метафазы миоза-2. То есть овоцид второго порядка, проходя маточные трубы, замораживается на стадии метафазы миоза-2. И на этом процессе миоз останавливается. Продолжение этого процесса возможно только после оплодотворения. То есть слияние ядра сперматозоида с ядром яйцеклетки активирует завершение миоза-2. И только после этого мы получаем полноценную яйцеклетку. Если оплодотворение не происходит, то под действием механизма, который называется апоптос, то есть запрограммированная клеточная смерть, яйцеклетка через 1-2 дня после овуляции просто погибает. Ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. И всем удачно сдать экзамены. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok